всем привет сталкеры с вами опять я сталкер баннерщик и нахожусь я на гурмане как вы видите у меня совершенно другой прикид уже полностью кто смотрел мой предыдущий видос тут видел что мне подогнали броню крысу м2 в общем есть не побегал немного посмотрел характеристики сравнил со своим сухарем в общем решил остаться я сухаре а крысу я выставил на продажу посмотрела цены там принципе нормально я выставил на продажу за 4 200 за 4 200 за 4 ляма 200 тысяч ну и на следующий день у меня в принципе и купили вот и соответственно у меня 400 почти с половиной ляма было но я думаю что делать надо экипироваться немного правильно у меня штаны бандосов были ну они уже давно их покупал уже много раз отремонтированные ну соответственно уже плохо защищают хотел купить новые штаны для начала потом смотрю штаны бо этих охотника штаны охотника с ботинками вот сейчас нам некоторые они по защите лучше прям в разы ну конечно стоит подороже ну я решил начать со штанов купил штаны посмотрел прикид отличается то есть не с темную меня вверх светлый потом пошел купил куртку охотника вот она сейчас тоже на мне потом купил перчатки охотника потом жилет охотника и в итоге купил шапку охотника посмотрел по защитным характеристикам там от мутантов в общем очень хорошо от биологической защиты но от радиации тоже неплохо конечно все это очень плохо как бы защищает от пуль но мне от этого и не нужно я не стреляюсь мне в основном от мутантов нужно и от аномалий защищаться в общем я вот так приоделся потом думаю надо маску поменять хотел все жабы все купить давно давно но нигде ее нету не на доске и объявлений не у сталкеров ни у кого нет в общем стою я здесь около палатки и сталкер бежит смотрю в жабе я вам такой продайте пожар за сколько я не знаю сколько стоит ну чё я ему столь не говорю могут давай типа и мне свою маску дашь ну а я в этой был в такой же в которой я сейчас потом на обмен в общем он поставил горит она у тебя ремонная а у меня нулевая давай за 130 ну в общем я продал купил вернее за 130 жабу плюс свою маску отдал посмотрел характеристики побегал посмотрел в общем не идет она к этому костюму такая маска решил ее продать выставил в общем я на доску ее а вот кстати чувак может быть он ее и купил вот в общем мне не понравился как внешний вид за 250 тысяч и выставил ее прямо моментально купили ну я пошел себе опять эту же маску купил за 30 то есть я в итоге даже на этой сделке подзаработал где-то 1080 потом думаю у меня же это джерси дробовик думаю купить все сайгу деньги то есть принципе пошел купил сайгу в общем за лям 850 побегал что-то пострелял с ней и что-то она мне разонравилась резко у нее отдача сильно ствол подкидывает при том когда нажимаешь кнопку и держишь он очередями не стреляет а джерси стреляют без прерыва и ствол так сильно не подкидывает но единственный минус джерси это да вручную заряжать на на 6 патронов у сайги магазин раз перезарядил в общем я чуть побегал пострелял кабанов решил сайгу продать ну конечно за 1850 мне не получилось продать ее продал я за 1650 вернее за лимон 650 200000 потерял ну если считать что я 80 тысяч заработал на продаже жабы то ну где-то 150 тысяч я потерял ну ничего страшного потом думаю надо рюкзак продать сейчас темно в принципе не особо видно а вот когда светло видно что немножко все-таки по цвету рюкзак не подходит вот партизан чувак с партизаном бежит хотел обменять на партизан то есть у меня лимон остался еще денег плюс рюкзак хотел обменять с доплатой ну чё то никто хотел продать за 2 200 что за 2 300 вернее за два лимона 300 тысяч сначала потом за 2 100 хотел продать за 2 ляма 100 в общем никто не хочет за такие деньги покупать армейский хотя на доске объявлений там за 2 500 ляма за 2 600 лежат ну не знаю в общем я решил пока не продавать его потому что я посмотрел рюкзак одиночки стоит конечно подороже но он вот чувак с одиночкой но он прям под цвет куртки штанов и всего прям подходит идеально лучше чем даже партизан поэтому я решил пока вот светлеет немножко я решил пока не покупать и не менять рюкзак свой побегу пока с армейским а в дальнейшем вот рюкзак одиночки и замучила два брата кровата один с автоматом другой с гранатом ну в общем я экипировался по полная в общем полностью в охотники вот у меня шапка жилет куртка штаны перчатки посмотрел по характеристикам очень хорошо от мутантов защищает прям нормально от радиации тоже хорошо в общем конечно покруче чем у меня было до этого экипировка тут очень интересно жилет он тоже защищает а у меня до этого была куртка все обычные куртки они защищают вообще никак то есть один процент везде стоит а тут прям биологическая 25 обморожение 40 то есть огнестрельная рукопашная нормально радиация до 5 шапка тоже обморожение биологическая радиация 10 электрическая 15 в общем тоже неплохо защищает куртка место броника идет обморожение тут конечно электрическая красная мало вот плечо в принципе нормально от радиации конечно она почти не защищает штаны от радиации защищают но все равно в общем так если смотреть тут даже перчатки защищают то есть посмотреть обморожение 20 электрическая 15 от радиации может быть даже чуть будет похуже вот кстати сухари мы купили за 30 тысяч ну я сначала не хотел покупать полностью всю экипировку охотника купил сначала штаны и обновил свой старый рюкзак то есть купил новую вернее не рюкзак этот броник купил новый сухарь а старый вот выставил на продажу то сейчас купили а новый сухарь у меня еще лежит на продание здесь у меня где охотник колдовщик там лежит в общем я приоделся от радиации может быть чуть похуже но в общем если смотреть полные характеристики то очень даже неплохо голова 22 от радиации биологической 32 электрической 14 потом туловище радиации до радиации мало на туловище дает потому что это все-таки куртка вернее даже не куртка жилетка зато биологическое нормально предплечье ну тоже не четок а вот ноги прям хорошо защищены электрической 40 радиации 25 обморожение 50 биологической 40 ну и тут тоже голень обморожение 50 биологической 40 радиации 25 электрической 40 то есть по ногам прям нормально можно по радиации бегать по электром по снегу принтопать в новой земле вообще пофигу но и от собак тоже нормально защищает на тело конечно не очень ну а в остальном очень даже неплохо и внешний вид у него прям прикольный такой в общем я в обновленном камуфляже теперь защите грей бар все english покупает так ну и конечно я пойду вы как наверно уже догадались больше тут было отступление у меня пойду я в общем на караван я полностью купил себе патроны там расходники все купил все что нужно продумали небольшой перегруз но это я с запасом взял до единственное то что весит немножко больше чем у меня было то есть куртку вот эти штаны и жилеты они потяжелее чем у меня были легкие курточки штаники там и броник поэтому ты сейчас бегу в принципе с перегрузом но ничего страшного там прям чуть-чуть его да сейчас постреляю он кончится и бегу я сначала в аэропорт там похожу как чё посмотрю а а потом на тунгуску пойду у нас тунгуске уже как раз нужно выполнить квест найти в нижней точке карты проводника который возит подешевле на караван и первый раз по квеста он меня отведет бесплатно первый раз на караван и попаду бесплатно ну все единственное то что у меня в контейнеры всего лишь три места ну я контейнер оставлю только для бета-артефакт это вылазка на караван у меня будет первое как бы можно сказать тестовая даст перегруза не особо бегать но сейчас я думаю в кабанов постреляем перегруз исчезнет так дождевик пойду возьму грибы грибы нужны ну а теперь я вот охотник я как-то играл тоже давно уже только начинал видел чувака который полностью был также экипирован как я только во всем охотничьем рюкзак и не помню как у него был и дробовик у меня правда нет же камер был я что-то подумал блин классно типа экипировка себе такую заиметь потом посмотрел цены в принципе да дороговато но сейчас я свою мечту осуществил вот я теперь как охотник правда я вот видел сегодня одного чувака он тоже в таком же прикиде был полностью единственное у него кроме маски была повязка и рюкзак у него партизан еще и заметил у него на бедре висел не пистолет пулемет обрез ружья ну как stalker двухстволка обрез то есть я не знаю так у него автомат был плюс еще двухстволка прям классно на из ближнего расстояния прям в каком-то там когда патрона уже кончается в морду медведя прямо лупануть будет вообще супер наверное я вот не знаю до доски не посмотрел сколько стоит вообще чё это такое но наверное редкая вещь потому что я особо ни у кого это не видел по крысам прям с дробовика милое дело поменял себе немножко расположение кнопок в интерфейсе теперь у меня 1 2 кнопка это смена оружия чтобы удобнее было при беге одним пальцем менять а то у меня раньше было на восьмерке на девятке пока туда тянешься тебя убьют а это пальцем одним можно менять прям удобно главное теперь по привычке не нажимать аптечки ну привыкну я думаю через некоторое время не терпится прям уже на караван хочу никогда там еще не был не знаю чё там ну именно здесь stalker онлайн и на караване я еще не был прям так охота туда попасть и хорошо что здесь можно попасть через аэропорт то есть раз раз и уже считай там то есть принципе быстро в зоне надо было идти а тут нифига так только вот я чё-то не подумал я-то сюда прибежал а билета то у меня нет с собой опа точняком так значит у меня с аэропорта на новую землю отведет а там и билет наверно кому не куплю с рук с рук блин да дорого то что я про билет совсем забыл уже ну да ладно все равно мы идем в аэропорт а там разберемся ну по крайней мере если чего не получится там потусуем опять погода мерзопакостная последний раз я был в аэропорту такая же стремная погода была блин у меня до сих пор перегруз но я думаю сейчас на кабанах настреляют перегруз исчезнет сколько мне там осталось а немножко еще я патронов просто много с собой взял 300 у меня на дробовик ну да противояди дофига взял на слишком много всего набрал но я с запасом это прям перебрал немного даже да вот отсюда я еще на тунгуску не ходил ходил через новую землю через везуви потом на новую землю потом на тунгуску про билет я что-то забыл действительно нужно было на доске купить билет я что-то как-то резко собрался и побежал ну фиг ли в кармане лимон денег новая экипировка блин и я про билет совершенно забыл так вот набегу меняем ничего так вылетел у меня клиент почему-то перезагрузился зашел снова да другое оружие взять быстрее чем перезарядиться да так ладно это я не буду брать что-то кабанов нету но это хорошо так древесину тоже не буду брать у меня с собой один костер вроде был да так водички надо попить все до сих пор перегруз блин плохо ну да ладно как-нибудь доковыляю немного осталось в принципе ну да через пол локации пройти подумаешь что тут идти то нет ничего так что то я туплю тут же можно срезать действительно я забудь про это вот тут я наверно уже не подумать нам было раньше срезать попробую здесь подняться снизу немножко назад вернусь ну давай еще разочек вот точно забыл что тут можно подняться немножко срезать решил по дороге идти вовремя вспомнил что можно обойти ну сталкеры так и бегать тут так пижму не буду собирать если что-нибудь путевое только будет тогда подберу блин когда у меня перегруз там кончится 67-63 блин немножко осталось вроде выкидывать то и нечего тут все нужное с собой взял костер можно выкинуть только его не буду выкидывать просто зажгу что-то никак не могу найти ровное место так древесина спички у меня с собой есть а древесины тут полно поэтому особо насчет этого можно не париться а вот костер разведу еще немножко останется у меня перегруз кончится ладно пусть он горит я не буду даже греться смысла нету да все таки я вот раньше постоянно так бегал то есть полностью экипировал ну и патроны примерно по столько же но перегруза не было все таки куртка штаны жилет весит поболее плюс еще шапка ну да надо это учитывать в следующий раз когда будут куда-нибудь идти чуть поменьше патров брать хотя в принципе сколько бы их не взял все равно их будет мало так что можно чуть меньше и взять ничего страшного так даже не буду заходить в аномалии смотреть пойду прямиком к домику а там и дальше потому что цель у меня сейчас другая не буду отвлекаться на артефакты да и даже если его возьму у меня перегруз ну надеюсь тут сейчас не будет артефактов а то будет обидно если он тут появился а я мимо прошел в какой-то веке так ну чё проверю тут а ну эти вроде аномалии не бьют сильно да насколько я помню вот там где между гор мы пойдем сейчас там вот аномалии бьют это точно я знаю вот надо будет там проверить а тут я сколько вроде бегал нифига какие-то на мосту они безопасные вот stalker пойдем вместе нормально только не так быстро быстро беги а ты в лонде пойдешь а там интересно есть проход где подняться вот я видел то что оттуда ходит ну и сам ходил пару раз там продали электро но ходить можно а вот если тут пойти срезать подняться там интересно можно вроде бы нет там гора сплошная пойдем вместе чувак блин вдвоем то проще медведи будет завалить у меня сейчас неохота как-то умирать и возвращаться опять к мосту туда просто охота на караван быстрее попасть лишняя задержка неохота задерживаться так ну у меня в принципе автомат то нормально но что то в последнее время мало стреляю мутант немножко разучился если честно так ну вроде медведя не вижу главное его издалека увидеть сейчас издалека попробовать его вольнуть так не буду пока проверять свою экипировку на электрах сначала в ключевой точке сохранюсь а потом уже пойду прогуляюсь по аномалиям посмотрю чё да как так чё там кабан блин погода такая я ничего не вижу ёё где ты а тут вроде такой есть бак или не бак или это фишка такая что вроде звук есть а кабана нету будем надеяться что так оно и есть блин нифига не видно там поворот сейчас как бы там медведя бы не было что вот тут кто то убил до меня да вроде чисто ну блин это хорошо пробежать по-быстрому впереди еще два-три кабана должно надо об этом не забывать все таки вроде такое место как бы ну не такой сложный а вечно тут убивают кого-то меня сколько раз эти кабаны убивали так мы вроде медведя нет он может принципе быть впереди так но кабаны сейчас появится по-любому ну да я так и знал так один готов не будем экономить патроны сейчас не до этого давай где второй то как-то у меня перегруз кончится вторую не дождусь ну и хорошо бы а 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 и и Все, прибежал я сюда В домик около Речки Подсолнухи Что тут за трава растет? Кокушник, подорожник Ладно, соберу Правда у меня перегруз, но ладно, ничего страшного Не так уж и много она весит, трава Ой, я что, еще не в безопаске? Блин Так, что, мясо тут есть? Посижу буквально пару минут Погревся около костра и продолжу Чувака одет, так еще СМП-4 Не СМП-5 Не ПК-шниками Эти ПК-шники обычно Вот на лекке так и бегают Пистолетом, пулеметом и в каске Чтоб по башке они не стучали Ладно, пойду-ка я дальше Блин, когда у меня перегруз кончится Эти лаяди съем вот это, наверное Пробегусь тут сейчас все равно мимо аномалии Посмотрю вдруг, что найду А, я хотел уже проверить Как меня бьет Электро или нет Так, ну Что-то я не понял А что я по аномалии пробежался Мне вообще пофиг Не, ну там, конечно Защита от электро есть Жарко, ранило Но не так сильно О, почти через нее пробежал Ну-ка Еще разочек О, прям через жарку И ничего Три раза пробежал уже Неплохо, неплохо Пойду-ка дальше Там сейчас вон Электро будут Надо будет там посмотреть Так, ну в эту аномалию Залезать не буду Она, в принципе, особо не убивает Она только вверх подкидывает Да, радиация, конечно, хватался От аномалии Но Я, в принципе, старой Камуфляже хватал Так, пойду-ка Наискосок побегу Так Ранил аномалия Наполовину, почти Чуть меньше половины Но ничего так Если по краю пробежаться Вообще не убило Ну-ка, еще раз пробегу Ну, это я слишком Два раза, в общем Пробежал насквозь Меня убило Не, неплохо, неплохо, кстати Чувак, она ошиб Патриот Прикольно Очень даже неплохо Два раза через электру Пробежался И только на второй раз Она меня убила От жарки Вообще прям хорошо защищает Да, получше, чем у меня Была Экипировка до этого Ну, конечно, что там Штаны обычные Бандитские Броник Вот броник там Единственное, хорошо защищал А штаны А штаны, спецовка Что там она Защищает, что ли Нет, ничего Плюс перчатки у меня Обычные были Плюс на шапке Шапки у меня не было У меня спецовка была То есть капюшон, считай Там он ничего не защищал Считай, голый бегал А тут прям нормальный Шапкой перчатки защищают Очень даже неплохо Единственное, что мне не нравится Блин, много весят они Перегрузки Это мое Ну вот, я почти в середину забежал Забрал весь свой хабар Меня особо и не убило Блин, очень даже неплохо Ну, убила Половинка Но я же не буду Постоянно так бегать По аномалиям По краешку пробежался Выжить можно свободно Очень даже неплохо Посмотрим еще от мутантов От больших Как будет защищать Меня вот интересует Медведь То есть, когда я в своей Старой экипировке бегал Я мог Ну, один удар продержаться С второго удара Меня медведь валил Ну, это если, конечно Полная полоска здоровья А тут, по идее От мутантов Хорошо защищает Все-таки это Экипировка охотника Вот сейчас надо будет попробовать Я надеюсь, медведя встречу Около взлетной полосы И пойду Постреляю Посмотрю как По аномалиям В общем, мне нравится Очень хорошо Выше всяких похвал Не, ну, может быть Конечно, здесь броня И покруче Во-первых, она мне пока Недоступна Во-вторых, мне и это нравится По крайней мере На данном этапе Мне это за глаза пойдет Так, убираем детектор В общем Нет тут артефактов Да, там народу В принципе, много было На ключевой точке Бегает, значит Собирает Сталкеры Артефакты Так что Пусть собирает У меня задача другая Мне нужно Атунгуску для начала О, валерьяна, ништяк Для крафта Блин, у меня перегруз Когда он кончится 65-63 Блин, выкину что-нибудь Так вот, шиповник Наверное, выкину Пижму Кокушник выкину Дуванчик выкину Его полно везде Подорожник выкину Беждевик тоже выкину Вот валерьяна Оставлю Ой, я чуть не влетел Прям Хотя эту аномалию Тоже надо проверить Как она будет Защищать Но Я сейчас далеко От ключевой точки Давай-ка я не буду Сейчас проверять Сохранюсь сейчас В аэропорту Где ты? Не вижу тебя А, вот он Ой, у меня дробовик стоит Ой, ё Бежим Не успел Чё-то я это С дробовиком бегаю Это плохо Безопаску Ничего не потерял Нормально Да, забыл колесико мыши Покрутить на себя Чтобы пистолет-пулемёт Активировать Я пока ещё что-то путаюсь Совершенно с этими Тремя автоматами Блин То дробовик у меня стоит То автомат То непонятно чё С двумя как-то проще было Ты знаешь Один тут А один у тебя Лежит А тут Три сразу Блин Никак не привыкну Ну ладно Побегал Побегал Какое-то время Я думаю Провыкнул Я всё-таки Брал дробовик себе Как дополнительное оружие Но чё-то Постоянно с ним бегаю Так, а где я сейчас А-а-а-а Там-а-а-а-а-а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, надо сначала сохраниться, наверное, в аэропорту, а потом уже идти там посмотреть поле артефактов. Действительно, что-то я это немножко пошел. И заодно попробовать медведя подождать, когда он распанется, и... Стрельнуть в него, посмотреть, как защита держит-то от животных. Ну да, так, в принципе, медведя при должной сноровке с НК можно с двух обоим завалить. Ну вот если не успеваешь, то надо проверить, успеется перезарядиться или нет. Третий раз. Ну, в общем, сейчас протестим на медведя. Самый оптимальный вариант, я думаю. Хотя вот меня сейчас два кабана завалили только так. Да это я что-то растерялся. Неожиданно как-то выбежат. Знаю же, что там два кабана всегда сидит. Так что-то... Блин, когда этот дождь кончится? Дождь кончится. Продолжение следует... Так, ну вот, добежал я все-таки до этого самолета Сохранился Так, пойду посмотрю, что там насчет медведя у нас А, ну вот он, красавчик стоит А, запрещено, далеко, сколько Так, ну давай Не буду в тебя стрелять Так, раз меня лапой Два раза лапой меня убил А одну лапу он держит, в общем Так, ну ничего так, в принципе Если бы я был в старой защите А где он, медведь-то? То он бы меня сразу бы завалил А, вон ты где, вижу тебя Блин, я еще не раз в голову медведя не находил Забрал свои Хабарики Так, ну ладно, что тут у нас Сбегать надо Артефакты посмотреть по-быстрому Если тут медведь был Может быть тут и сталкеров давно не было Так особо не буду присматриваться Быстренько пробегусь Найду что-нибудь, так хорошо Нет, так ладно Особенно тут не планирую ничего находить Потому что сейчас найду какой-нибудь стабилизатор Пример, да? Придется в контейнер класть А у меня и так там 3 места всего осталось А здесь найду 2 стабилизатора Придется опять же в контейнер класть Тогда у меня останется одно место А я собрался на караван А что же я буду С пустым контейнером идти, блин, на караван Это не вариант Поэтому я как бы особо и не хочу тут ничего находить Но пробежать мимо аномалии не могу Обязательно нужно глянуть что-то как Я в свое время тут находил 2 стабилизатора Подрял В одной аномалии, а рядом во второй Так что все вполне возможно Сейчас вроде ничего пока нету Да, вроде пусто Ну да ладно, не будем искушать судьбу Вдруг что-нибудь найду Блин, единственный раз не хочу ничего найти Бывает же такое Но в то же время заряжать контейнер Новой бутылкой, когда еще осталось 3 использования Как-то жалко тратить У меня пока еще не столько много Вещей для крафта Чтоб я мог Так заряжать часто Поэтому Фиг с ним, с артефактами Нет тут все равно ничего Пойду-ка я на новую землю Там еще нужно будет билет купить на Тунбус А если никто продавать не будет Я как-то помню, там долго стоял Деньги были, а билета не было Так, ну-ка давай-ка здесь напишу Ну а вдруг у этого сталкера есть лишний билетик Он мне его продаст Почему бы и нет Так Сколько билет стоит? Где-то 80-90 тысяч примерно Я в свое время за 75 продавал Ну это чтобы быстро продать То есть мы где-то Если надо быстро купить Где-то стольник придется отвалить, наверное, за билет Так, ладно Так, полетели на Тунбус А, стоп, ему же билет надо Так, стоп, а что у меня сразу Тунбус Отправить, что ли? А у меня же билета нету Опа Ведь тоже 30 тысяч стоит Красота Не, ну понятно дело, что тут еще надо добежать до базы Всего лишь 30 тысяч На Новую Землю 30 И на Тунгуску 30 А то, что дойти тут до базы через полвокации Это фигня все Зато какая экономия Мне все равно туда не нужно На базу Я пойду тут по краешку Мне нужно вообще в другую сторону Сейчас скажу куда Так, что у нас в аномалии Мне нужно вот в эту точку Б8-3 Там егарь стоит Вот, мне по квесту туда надо Он меня бесплатно отведет Я думаю, в круговую пройдусь Тем более я уже проходил Этот путь Только с другой стороны В обратную Мутантов там почти нет Единственное, тут вот Нужно пройти Эти вот эти аномалии Которых целая куча Но так как сейчас у меня Новая экипировка Которая очень хорошо от жарок защищает То я тут вообще как рыбу в воде себе буду чувствовать Я правда не помню, где тут именно Но я проходил тут В старой своей еще экипировке В принципе быстренько пробежал В общем, помню, по краю шел Рядом С горой Где-то вот тут она сейчас должна это Начаться А, вот я вижу вдалеке подрагивание Марьево Ну, в общем, здесь я вот так по чутью и прошел В каких-то местах пробежал Блин, у меня перегруз Так, ну-ка, давай-ка попробуй пробежать Оп, стоям бы Ага, разбитый экран Не, я больше на такую фигню не поведусь Разбитый экран мне не нужен Так, ну вот, неплохо, неплохо Пока я пробегаю Так, химическая аномалия Очень даже неплохо Так, ой, стоп Хотел передохнуть Нет, не надо, пойду-ка дальше Так, ну все, я думаю, прошел я эту жарку Да, все, прошел Только надо А, вот я как раз тут и шел Там озеро А я вот шел вот по этому Да, вот как раз домик там заброшенный А я уже обрадовался, думаю, артефакт Я помню, когда зашел К базе заката, блин Смотрю артефакт Взял его, думаю, экран Смотрю еще один Смотрю еще, думаю, что за фигня Потом посмотрел Это разбито экранами В каждой аномалии А я уж обрадовался Думаю, вот это да Так, здесь хлама много, да Или нет Или не здесь Не, наверное, не здесь В каком-то домике, наверное, в другом Так, ну все, в принципе Я эту полосу с жарками прошел Она тут не особо большая Я даже аптеку не использовал У меня немножко в жизни не стратился Все Очень хорошая куртка И жилетка, и шапка И штаны нормальные В общем, экипировка у меня прям загляденье Все, забывайте, что тут есть такая функция Можно бежать И себя по сторонам рассматривать Да, ничего так у меня смотрится Маска Не особо Была бы еще маска охотника Какая-нибудь такая прям Прикольная была бы Было бы вообще круто Пусть даже если бы она не защищала Я все равно бы ее купил бы Ну, до полного комплекта Ну да, и рюкзака охотника нет Жалко, был бы еще рюкзак охотника Ну, ничего, рюкзак я, может быть, куплю Со временем себе какой-нибудь другой Или партизан Ну, партизан 12,5 килограмм поднимает А вот армейский 15 Тогда нужно будет рюкзак одиночки покупать Дорогой, зараза, наверное, будет стоить 850 золотых он стоит Ну, срок, конечно, будет дешевле Но все равно Вот он прям под цвет подходит идеально И такой маленький, компактный Я помню в свое время Я бегал в таком рюкзаке Ну, когда в из-зоне играл Я какое-то время бегал В броне одиночки Ну, еще до того, как там все порезали Давно, еще где-то в 2014, помню Ну, и, соответственно, покупал Рюкзак тоже одиночки Прям смотрелось неплохо Так, ну, вот здесь по краешке Я помню, тут еще где-то места были С артефактами Аномалии куча Ну, я что-то Сейчас особо не хочу тут лазить искать Не помню я Так, где я? А, вот база заката Уже можно сворачивать Аномалии Так, а тут что? Так, да, тут уже можно сворачивать Тут уже закатно Искосок пройдем ее Мутантов нету все равно Ну, тут мутанты Если боровы там будут А, сейчас эти, блин Артефакты В каждой аномалии Блин, вот я тогда Обрадовался, когда выведем Вот в из-зоне тут не так красиво Там просто Какие-то оборванные Ну, не оборванные Вот Разбитый экран И аномалии тут красивые такие Сине-красные И в каждой аномалии экран Вон еще один экран Жалко, что они разбитые Я представляю, если бы тут были такие Обычные экраны Сколько-то народ бы тут тусовало Ну да Так, вон вдалеке закат я вижу О, ягоды-голубики Во, кстати, да Насчет ягод Я помню Вроде их тут и много было Если я не ошибаюсь Я просто помню В каком-то месте Я забегал Я тогда еще не знал Для чего ягоды нужны Я их ел Вот, может быть Здесь как раз их полно В каком-то месте Я помню их было много А вот где это место Не помню Может быть здесь Так, надо будет запомнить Вот тут сталкеры, смотрю, тусуют Так, а, ну тут точка возрождения Так, ну мне в принципе Отдыхать-то тут нечего У меня цель-то другая Мне дойти надо До егеря Блин, когда у меня перегруз исчезнет Выкидывать вроде что-то жалко Патроны так резко Пока еще не Не кончились Так, стоп А куда я иду? Мне вообще в другую сторону надо А хотя нет Правильно, нет Надо немножко Так, наискосок пойти Да, вот тут прям Такая атмосфера Внешний вид прям такой вот Мрачный Но прикольный Потому что тут елки Немножко посажены Они как-то Позитив немножко вносят А вот в эзоне Там тупо палки какие-то И все Непонятно Че да как Ну в общем некрасиво А тут Ничего так В перемешку С поваленными деревьями Вот ягоды Брусники Значит здесь я видел Эти ягоды В общем если тут Походить Давай-ка я Чтобы не забыть Поставлю Метку Чтобы знать Что тут ягоды Так Вот там я смотрю Вот это пятно На карте Это скорее всего Там отверженные Тусуют Да Надо пожрать Че нибудь Да Скорее всего Отверженные Так Потом Озеро будет А тут че у нас Аномалия Аномалия В принципе Отверженных Можно и пострелять Не такие же Они и страшные А нет Это не отверженные А что-то я смотрю На карте Черный пятно Это Дом какой-то Даже не дом То что от него Осталось Да Фигня короче Какая-то Кто ж тут жил В таком месте Ну понятно Дело что До того как Катастрофа Произошла Но все же Вокруг лес Нормально был Тогда И база Какой-нибудь Лесничий Жил по-любому Ну в принципе Кто тут еще В лесу Мог бы жить Кроме лесничего Какой-нибудь Охотник Так Вода Хуже До егеря Не так уж И опасно Ходить Если знать места Ну да Ну да Мутантов Тут почти Нету Так Давай-ка Детектор Включу Так Вот я вижу Впереди Марио Как мне пойти Наверное Вот тут Пройду Да Может тут Что найду Мне вот интересно На Караване Есть там Какой-нибудь Торговец Или кладовщик Ну хотя Навряд ли Кладовщик Не будет А вот Торговец Может быть Тут все-таки По-другому Не так Как в зоне Может быть Что и есть Хотя Торговец Тоже Навряд ли Там будет Значит там Можно оттуда Не вылазить Тупо Продавать Там артефакты Хотя Не знаю Ладно Не буду В общем Я загадывать Не знаю Че да Как там Как вообще Там Схожу Посмотрю Так Тут у меня Две метки Стоят Что Есть аномалии А если есть аномалии Значит есть артефакты Зайти Посмотреть Или Бежать К егерю Наверное Сразу Не Пойду я Лучше К егерю Ну и он Нафиг Не буду Забегать Смотри Вдруг Артефакт Опять Найду Ну и он Нафиг Я Планирую Найти Какими Бэт Артефакты Новичкам Везет Я то Первый раз Пойду на Караван Правда Хотя говорят И дуракам Везет Я буду Надеяться Что лучше Новичкам Повезет Так Ну вот Я тут Почти Дошел Вроде Мутантов Особо Тут и не было Я помню Там Медведь Где-то Шлялся Ну Так А что У меня Стоит У меня Автомат Стоит Да Я все Забываю Что можно Вот Посмотреть Какое У тебя Оружие Стоит Так Не видно А тут Можно Нажать Я пока Еще Не особо Привык К этой Кнопке Не Нормально У меня Прикид Так К этой Кнопке Особо Не привык И поэтому Все Забываю На нее Нажимать Посмотреть Какое У меня Оружие Так У меня Автомат Все Как И Положено Так Ну Вроде На горизонте Чисто Я Почти Пришел Уже Как Я Устал Бегать С Перегрузом Вообще Ну Ничего Страшного Торопиться Мне Некуда Так Ну Где-то Вон Там В кустах Должен Егерь А Чуть Повыше Вон Туда У него Палатка Там Вроде Если Я Не Ошибаюсь Так Где-то Здесь Должно Быть А Вон Вижу Косер Вдалеке Так Ну Вот Этого Егеря Я Нашел К Лазил Тут По-тунгуски Исследовала Все А теперь Мне его по квесту Нужно было найти Но я так Уже его нашел Поэтому мне не пришлось Еще раз бегать И сделать В общем Вот тут Стоит Егерь Тебя ищут Киношники Это по квесту Мне Так Им на караван Надо из рябинки Все Понятно В общем Первый раз Он ведет Меня бесплатно О 60 тысяч Получил По квесту О Вот это Я обломался Короче Иди Киношникам Этим Передай Что я в их Распоряжении Потом мы Про Караван Поговорим Облом Короче Я думал Сейчас Он меня отведет А мне надо Идти на рябинку Киношникам К этим Сказать им То да сё И потом Только туда Сюда Опять Возвращаться Нет Это Мне не устраивает А Нет Все Выкинул Ну короче Я этот Вернее Вышел Из меню Разговора Потом Зашел Еще раз В общем Все Я иду На Караван Отлично Вау Прикольно Так Так Кто Это Проводник За 10 Тысяч Обратно Чё Это Недорого Блин А чё Так Дешево Может Просто Первый Раз Не знаю Ну в общем Сталкеры Я на Караване Наконец-то Я сюда Добрался Давно Хотел Я Так Посмотрим Чё тут На втором Этаже Ну в общем Ничего Я думаю Тут какой Торговец Ставит Просто Проводник Ну Глупо Было Ожидать Торговца А Ещё Скупщика Хабара Да Ремонтника Доктора Ещё Куча В общем Всё Сталкер Я Добрался До Каравана На этом Я с вами Попрощаюсь Ну а В следующий Раз Пойдём Исследовать Его Вместе До Встречи Пока